В Армении теперь выдвигают территориальные претензии в отношении России. Пользуясь сложной ситуацией в союзнической стране, армяне призываются отечественников быть готовыми к так называемому возвращению исконных земель. В материале новостного портала Armenian Report говорится о том, что некоторые населенные пункты на территории России были основаны армянами. В качестве примера авторы указывают город Армавир Краснодарского края. Претензии армянской стороны в России назвали смехотворными. Что за бред? Вы что, ребята, историю не изучали? Мы все помним. Мы помним, кому мы дали государственность, благодаря чему существует и кому сама Армения. Армавир в Краснодарском крае основан русскими военными. Армян, бедненьких, поселили для того, чтобы они жили под охраной, развивались, приносили пользу российскому государству. О каких таких претензиях Армения может заявить? Это смешно. Перечислять армянские города на территории современной России можно очень долго, утверждают армянские журналисты портала Armenian Report. По словам авторов, для так называемого восстановления исторической справедливости руководство Армении должно воспользоваться геополитической ситуацией в мире и изоляцией России. Я, конечно, не сильно удивлен подобным выступлением в центральной армянской прессе. Armenian Report всегда выступала с явно антироссийской риторикой. Многие подобные такие союзнички начинают задумываться. А вдруг сейчас в России станет плохо и мы попробуем что-то себе откусить или о чем-то заявить? Напомним, что Россия далеко не первая страна, в отношении которой Армения выдвигает территориальные претензии. Присвоение чужих земель в этой стране словно стало традицией. Главными мишенями Ереван обычно выбирает соседние страны. При этом в Армянской республике умалчивают о том, что массовое переселение армян на Южный Кавказ началось в результате русско-персидских и русско-усманских войн 1826-1829 годов. В Армении до сих пор активно тиражируется миф о Великой Армении от моря до моря.